Прошу Михайло. Если позволить, но я, к сожалению, могу позволить, собственность, то, что могу позволить, и не больше, и из Грузии уехал ни с чем, и практически здесь у нас, к сожалению, пока что ничего особо нет, и вот вся история. Но я хочу сказать, что как только мы покусились на суверенитет их собачьей будки, они, их хозяева Ахметов, их хозяин Новбанковская, вот мы на них наступаем, и они на нас отзываются. Мы приводим факты, что они вары, они нас отзывают варами, мы показываем всему миру, что они коррупционеры, они нас отзывают коррупционерами. В отличие от этих лузеров, которые там сидят, у меня за спиной история успеха, у меня за спиной построена страна, которой я очень горжусь, и это есть моя декорация. Это охрана, это определенная одежда, уровень комфорта. И вы, как политик, который все-таки хочет нравиться электорату, вы вынужденно подчинились. То есть, когда мы с вами встречались, все-таки вы были при охране, вы были при машинах. Я могу, вы можете сто раз найти себе оправдание, объясняя там это все вопросами безопасности и так далее. Но тем не менее, вы тоже в этой системе. При этом вы политик, на которого смотрит большое количество людей, которые пытаются вам наверняка подражать. Вопрос у меня и к вам, а в дальнейшем, если позволите, и к гостям студии. Вот скажите, что должно произойти у нас в стране с украинской ментальностью, для того, чтобы вот эти вот вкусовые ориентиры, традиции, манера, я не знаю, мода среди украинского эстеблишмента начала меняться. Света, я не понимаю, про какую мою охрану и при машинах вы говорите. У меня было действительно несколько моих бывших грузийских охранников, и украинское правительство очень быстро позаботилось о том, чтобы их отправить в Грузию с мешками на голову, на спецрейсах, на это потрачено было много денег. И после этого, они когда меня закрывали дома, у них была справка от СБУ, что ФСБ хочет меня убить, поэтому меня надо закрыть. Я не верю ни в какой статус, ни в какие машины, эскорты. Я, конечно, у меня, когда был президент, было все это в большом количестве, но я уехал с президента, пришел с президента, с тем пришел на президентство, с тем и ушел. И этим очень горжусь. И я не считаю, что роскошь и богатство, тем более, бросать в глаза людям, это есть в политических статусах, это признак безкульности, жлобства. И большинство этих людей просто обыкновенные ханеги и жлобы. И ничего общего они имеют ни статусом, ни политикой. Ну, простите, я вас перебью. Нет, я просто закончу. Я не хочу, давайте закончить. Вторая история. Когда они говорят о людях, о которых мы говорим, значит, эти люди... Сегодня я был дома у бабушки Кати Пятенко, это такой политолог, наш активист, она кандидат политических наук, и искали так называемое российское финансирование, это басня Порошенко, которую он про меня придумал, зашли к нашим активистам. Значит, ее бабушки зашли, зашли к ее родителям. Ее родители, мама преподаватель университета, ну, 30 лет, а папа инженер. Вот это и есть средний класс украинский. Зашли по приказу гемпрокуратуры, то есть Луценко, от человека, который говорит про... Можно, да, мы должны уже закруглиться. И сдайте закончить. Да, да, одно маленькое точнее. То есть средний класс, зашли, забрали у них 7 тысяч долларов, это были все их сбережения. И когда вы говорите педагогу, которому нужно 15 лет зарплаты, 15 лет зарплаты, 15 лет зарплаты, для того, чтобы... 15 лет, 15 лет зарплаты, 15 лет зарплаты... Нет, а что, это 15 лет зарплаты. Он мапу для мхатки сидит, целянский. Павел Месячук, вы хотели задать заплаты. Я хотел гостям задать. Прошу, прошу. 15 лет зарплаты, педагога нужна для того, чтобы съездить, а не на Мальдиву, вот и вся история. Дякую, Михаил. Поэтому не Мальдива, то есть... У меня для вас конкретное запитание. У грудня 2015-го року на антикорупційном форуме в Одессе вы звануватили уряди Цинюка, а также олігархів Ахметова, Фірташа, Коломойського, Мартиненка та інших у масштабной коррупции. Начебто через их деятельность бюджет щороку втрачает 5 миллиардов доларів. Чи не давали вы тогда какие-то доказы этого в правоохоронные органы? Чи відомо вам, как этими доказами распорядились? Конечно, мы давали. Я хочу вам напомнить, что дело Мартиненка началось как раз с того антикоррупционного форума. Первый мой серьезный конфликт не только с Сеоценюком, но и с Порошенко случилось на том антикоррупционном форуме. И после этого наша группа зашла, тогда вот Давид Сахвалидов там сидит, и он вам расскажет, и там была и наша полиция тогда, которая у нас, ну, правда, в архементе всего спецназ только контролировала, но этот спецназ по заданию Давида зашел тогда на ОПЗ, обыскал кабинет этих директоров, которые прямо работали на БПП и Народный фронт. И тогда Мартиненко был вынужден сначала уйти из парламента, потом по нему возбудили уголовное дело, кстати, которое сейчас практически уже прекращено, несколько дней тому назад с него сняли все ограничения, и это в конце концов привело к отставке Яценюка. Но по сути мало чего поменялось, и еще раз говорю, вот сель, были дела, что-то начиналось, кого-то обыскивали, кого-то там временно для спортивного ловли рыб сажались, но ситуация не менялась. И у людей на это четкая ассоциация, что все это не имеет смысла, какой смысл, если все это просто для рассказа, и ничего не меняется. Я сегодня собрал целый кинотеатр людей в центре Руставели, я показал фильм, какой может стать будущим Украина, это фильм на один час, с компьютерной графикой, с очень смелыми прогнозами, какой может стать Украина, просто самой ведущей страной в Европе, с огромными, с самыми современными технологиями, самыми лучшими дорогами, самой лучшей социальной системой, системой дорогохранения, если просто убрать две вещи, олигарха и коррупцию. И это обосновано на цифрах, и это обосновано... Я не просто говорю, что плохо. Я сейчас попытаюсь показать, как это может быть, если бы вот так не было, как сейчас. И я думаю, что мы все должны об этом подумать, потому что то, что они полностью себя дискредитировали, это не вызывает никакого сомнения. То, что в конце концов эта идея за счет того, что все равно народ не должен дергаться, и чтобы не было хуже, это все равно народ преодолеет. У нас, как вы знаете, после завтра марш. Люди говорят, с чего выходить столько раз на марш, когда мы уже ходили. Когда у нас будет миллион, мы их мирно отодвинем от власти. У нас 12 часов дня, после завтра марш как раз, я думаю, что очень важно выйти. Иначе вообще они оборзают. Мы должны показать свое недовольство и Сейшелами, и Мальдивами, и их риторик, все средний класс. Извините, закончу просто. Доброго вечера вам. Витаю. Доброго вечера вам. Дякую за просмотр. Я знаю, что вы там, потому что вы сейчас под домашним арештом, вы не можете прийти до студии, поэтому будем так спілкуватися, как сейчас спілкуемся. Порошенко мешкал в шикарном номере пятизеркового готелю и золотыми шпалерами и кристалами Сваровски на стеле. Такие апартаменты коштуют, чем меньше 4,5, а 4,5 тысячи евро за добу. У тех самых Альпах відпочивала Ангела Меркель у скромного четыридзеркового готеля за 300 долларов номер. Тобто номер Порошенко коштував у 150 разів дорожче, ніж номер Меркель. Вы добре знаете Порошенко. Скажите, пожалуйста, звідки в него пристрасть до роскоши? Вы же с юности дружите. Ну, я думаю, что вопрос шире, чем персональный вопрос. Я думаю, это касается, к сожалению, настроений мозгов значительной части так называемого политического класса, так называемой элиты. Они не ведут войны, народ Украины ведет войну. Они не управляют экономикой, они управляют своими потоками. Они не живут в стране, в которой они превратили в спиднейшую страну в Европе. У них есть свой мир, своя параллельная реальность. Я думаю, что главное, чего они добиваются этим, чтобы у людей опустились руки, чтобы у людей пропала полностью надежда. Чтобы люди махнули рукой и сказали, что все равно ничего не поменяется, все равно ничего не будет. И они говорят людям, да, мы плохие, да, мы такие, да, мы откровенно издеваемся, да, мы говорим, что у вас очереди народа за черной икрой, да, мы говорим, что средний класс может так жить, да, мы говорим, что мы будем еще больше тратить и показывать вам свою роскошь. Но вы же понимаете, что все остальные могут быть еще хуже, поэтому лучше принимайте нас такими, какими мы есть, и не дергайтесь, потому что может быть еще хуже. Вот вся история. Я думаю, что это рассчитано на то, что люди опустили руки, кто проголосовал ногами и уехал из страны, кто потерял надежду и вообще подумали, что у страны вообще нет будущего, потому что когда на них смотришь, четкая первая ассоциация, что с такими людьми у страны нет будущего. Это диплом. Это диплом. Продолжение следует...